Ну, по крайней мере, половину задания вы выполнили. О, похвалю, похвалю. Прекрасно. Теперь, когда наши люди в безопасности, можно послать охотников в соседнее графство и истребить волков. Окончательно. Я тоже думаю, что это стоит сделать. Но тут нужна осторожность. Соседнее графство граничит с вражеской территорией. Да, у нас тут кто? Крыса, да? Крыса это самый лох. Потом у нас идет... Это кто? Так, это кабан. Нейтральные земли. Змей это или кто? А вот змея. Ну, крыса это самый такой лошок из лошков. Волки обитают в соседнем графстве. Найдите их логово и уничтожьте. Тут либо мы, либо они. Найдите какой-нибудь холм и закрепитесь на его вершине, построив нормандский замок. Это место патрулирует герцог Дептюс по прозвищу Крыса. Его шпионы ни в коем случае не должны вас выследить. Против него нам пока не устоять. И если встретите эту крысу, оставьте его мне. Постройте нормандский замок и укрепите его, добавив несколько башен. Начните производство луков и тренировки лучников. Разместите ваш замок, Милор. Все понятно, ребятки. Что нужно делать. Вот нам тут выделили холм уже, где размещать замок. Я вообще не люблю вот такое вот размещение замка, если честно. Постройте амбар, сэр. Но уж тут делать не приходится. Обнесем все это стеной. Амбар. Ну давайте, как всегда, я люблю... Амбары ставить с левой стороны. Очень люблю. Поэтому будем строить, ставить именно так. Делаем неплохой склад. Нормальный склад. Так, тут нельзя строить. Ну, быстрее, друг. Ты молодец, быстрее. Попробуй подействуй быстрее. Здесь тоже нужно будет ставить стену. Будем ставить эти домики. Здесь. Так, не забываем про еду. Нам также пока только доступны вот эти бунгальские охотничьи домики. Даже не знаю, как их по-другому назвать. Хреново. И дерево закончилось. Тогда ждем дровосеков. Нам нужно производить луки. Вот нам дали 500 золота на постройку мастерских стрелка. А у нас склада, по-моему, нету, да, под них? Они есть, смотрите. И деревянная казарма. Дерево. Угу. Волки. А, вот они, волки, лежат. Ну, короче, их надо всех перебить. Насколько я понимаю, они будут приходить нас тут докучать нам. Вот брод. Тут тоже волки лежат. Но это ладно. И отсюда будут они тоже нападать от вот этой вот ерунды. Будем стараться все это делать. Башни нам нужно построить. Короче, все это мы обязательно сделаем. Сейчас только принесут дерево. Вот они уже бегут. Молодцы. Брод можно будет просто вот так застроить забором, я думаю, чтобы они пока что не могли к нам пройти. Видите, водопады тут. Ну, то есть, блин, игра просто бомбезная. Так, поставим один домик. Даже, наверное, два домика. И давайте застроим на пробел. И застроим это вот так вот. А почему? Типа нельзя. А, надо оставлять одну, да? А не, можно. Смотрите, все, мы с вами застроили. Волки здесь уже не пройдут. Это хорошо. Вот мы с вами застроились. И давайте вот здесь тоже застроим. Потому что я как бы не очень хочу, чтобы волки прошли. И побили моих солдат. В самом начале игры. Мне такое не нужно. Все, куда ты собрался? Вот тут он, волк. Валяется. Не надо туда ходить, друг. Теперь нам нужно построить... Так, а как? Оно же что-то встановилось сейчас только что при мне. Ходят, ходят людишки. О! Вот псина, гадюка. Отлично. Лучники. И теперь... Нужно дерево. Дерево ждем. Вон типок несет. Тут нельзя поставить. Нельзя. Увы. Чем ближе к складу вот эти вот... Оружейки, тем лучше. Потому что они же будут делать. Брать дерево со склада. Нужно дерево. И тут мы тоже не можем присутствовать. Сунуть. Как бы это ни звучало. Короче, ладно. Вот так сюда поставим сейчас. Все. Теперь он будет идти. Брать дерево. Делать лук. А, мы можем... Мы можем несколько их построить. Нам дали много денег. Я что-то не заметил. Они по сотке стоят. Отлично. Отлично. Тогда построим еще один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А нет, смотрите. Все нормально. Они могут заходить туда. Никаких проблем нету. Я думал... Нужно дерево. Будут какие-то... Недоразумения сейчас из-за этого. Нужно дерево. Та, блин... Нужно дерево. Ах, двадцатка нужна. Так, у меня некоторые крестьяне просто бездельничают. Что неприемлемо. Нужно их чем-нибудь занимать. Что поедем. Думаю, еще надо построить несколько охотничьих хижин. Бунгальчиков. Пусть идут, работают. Негоже просто так сидеть. Просиживать штаны. Дерево много никогда не бывает. Еще построим несколько домиков. Вот. Даже на домик нету дерева. Та, ешкин, матрешкин. Ну, теперь миссии будут длиннее. Потому что надо будет много... Ой, прошу прощения. Действий делать. Замок. Укрепить. Башни. Но я думаю, избавиться от волков это первоочередная степень. Хотя... Можно все и сразу. И замок построить и стенки, и укрепить. Так, первый лук пошел. Сейчас мы еще один домик построим. Так, ну а сейчас вот тот мужичок еще принесет. И возможно нам хватит. Я не помню, поскольку они приносят. Мало. Мало приносят. Не зря еще два домика впихнули. Ну, я думаю, можно по периметру так же вот так вот сделать забор. Поставить сюда эти башни, чтобы люди туда вброд могли проходить. Вот тут так периметр обнести забором. Если нужно будет его достраивать. Если нет, мы сейчас просто накопим. Избавимся от волков. Пойдем. О, их надо убить, короче. Вот. Рекруты есть. Где эти люди Депюса? Три лучника. Мы идем. Мы уже в пути, Милор. Туда не попасть. Не вижу цели, сэр. А как это ты не видишь? Эш, точнее. Так, не попадают, да? Они по ним. Не вижу цели, сэр. Блин, они зашли на возвышенность, и теперь... Да? Не вижу цели, сэр. Уже идем. Уходим, короче, отсюда. Мы идем. Мы уже в пути. Уже идем. Мы идем. Мы уже в пути. Блин. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Пытаются дострелить до лучников. Но попадать под их обстрел тоже, как бы, блин, не хочется. Давайте еще домик построим. Пока есть возможность. И... Ё-моё, золота нет. Так. Палим. Да, блин, и волки идут, и эти уроды. Есть. Завалили одного. Не готовить стрелы. Есть. Еще одного. Давай. А куда... А куда... Блин. Мы идем. Мы идем. А где они? Только один напал, получается, волк. Больше никого нету. Если это так, то это хорошо. Все. Сейчас мы можем сделать вот так, я думаю, потому что у нас... Наш золотой запас стабилен. Смотрим. Наш золотой запас стабилен. Ой, нет. Вот так. Да? Люди восхищаются. Наш золотой запас стабилен. Отлично. Все. В нейтралитет вывели, плюс налоги они платят, чтобы мы могли построить еще один домик, чтобы еще были луки. Это мало лучников, я думаю. Хотя, может быть, ими уже можно зачистить. Сейчас попробуем. Нам всего-то нужно вот их загасить. Вот есть. Есть. Короче, вот такие вот можно использовать штуки. В принципе, борьбы с волками, со всеми остальным. Ну вот, отлично. Я думаю, сейчас они всех полупатят здесь, и мы миссию пройдем. Теперь, кто бы на нас не напал, мы можем дать отпор. У нас уже достаточно лучников. Тем более, мы находимся на возвышенности, что позволяет нам дальше стрелять. Ну, короче, все круто, ребята. Все очень круто. И волков, по-моему, мы всех перебили. Все, победа, отлично. Потери войск 0, вообще, короче, крутяк. Победа. Что нам расскажут? Хорошо, что эти крысины и шпионы прожили недостаточно долго, чтобы доложить о нас. Но боюсь, что их скоро хватится. Так, ну все понятно, дорогие друзья. Две миссии мы с вами уже закончили. Всем огромное спасибо, кто посмотрел. Ждите следующую серию. А пока, комментируйте, лайкайте, подписывайтесь. А Камарачи был с вами на связи. Всем пока.